Детское радио представляет сериал Новые приключения Веснушки и Кипитоши Кипитоша, от папы письмо пришло Он в экспедиции на Урале Ищет какие-то редкие металлы Я не буду ждать, когда мама придет А прямо сейчас письмо прочту Да, и расскажи мне, что папа пишет Мне тоже интересно Там ведь котелок Вася в экспедиции кашеварит Но ему доверять нельзя Присочинит, а потом сам в своей выдумке поверит Помнишь, он нам писал, что клад нашел А оказалось, что он на нору сослика Случайно напоролся В которой тот запас из зерна на зиму хранил Папа пишет, что тушенка и каша им надоели И его друг дядя Коля ушел в тайгу на охоту И не вернулся Его уже несколько дней ищут Не переживай Он взрослый человек, опытный геолог И ружье у него есть Он в тайге не пропадет А что, если он в пещеру провалился? Или медведь на него напал? А вдруг он ранен? Там же лес, дикие звери кругом Ой, мне даже подумать страшно Что может случиться? Веснушка, спокойствие и только спокойствие Вот что, мы с тобой сейчас в лагерь геологов переместимся И дядю Колю найдем Только ты спички с собой возьми Если что, костер разведем, меня вскипятим и домой вернемся Отличный план Так, я тогда еще компас возьму И веревку, и складной ножик, и фонарик, и бутерброды, и термос, и коврик Чтобы можно было у костра на земле сидеть и не простудиться Так, сейчас я рюкзак только найду Веснушка, угомонись Давай ограничимся спичками, компасом и веревкой Все это можно по карманам разложить Ну, хоть фонарик-то можно с собой взять? Нам ведь он может пригодиться Хорошо, фонарик бери, но больше ничего Держи мою ручку, мы перемещаемся Гори огонь, кипи вода Неси скорее нас туда Кипитоша, справа от нас лагерь геологов Нам нужно вести себя потише, чтобы нас не заметили Папа писал, что дядя Коля ушел на север Хорошо, что я компас взяла Север у нас там Пойдем вон по той тропинке Вряд ли дядя Коля через бурелом пробирался И внимательно смотри по сторонам Ищи приметы того, что он здесь проходил Ой, вот в траве карандаш валяется Наверное, он у дяди Коли из кармана выпал Значит, мы правильно идем Ух ты, здесь малинник Давай на минуточку остановимся Очень уж малины лесной хочется попробовать Ну, разве только на минуточку И все не ешь Собери малины немного домой Чай с ней вкусный получается Ох ты, в тех кустах шум какой-то подозрительный Что бы это могло быть? Ой, да это ж медведь Кипитоша, бежим! Что ты делаешь? Ты зачем его из носика поливаешь? Да он сам нас испугался Смотри, как драпает косолапый Только пятки сверкают Фу, да, я со страху на него водой случайно плеснул Не понравился косолапому мой горячий душ Кипитоша, ты мой герой Как ты его, а? Но ведь этот медведь мог на дядю Колю напасть И его поранить, как ты думаешь? Вряд ли Он даже нас с тобой и испугался Слушай, мы с тобой не заблудились? А ну давай с компасом сверимся Север в той стороне Мы немного сбились с дороги Но ничего страшного Сейчас выйдем на правильное направление Смотри, смотри Здесь трава примята И следы от костра Наверное, дядя Коля на привал останавливался Похоже на то Гляди-ка Тропинка нас прямо к большой пещере привела Ты фонарик ведь с собой взяла, не забыла? Нет, но фонарик-то я, конечно, взяла Но ты что, хочешь, чтобы мы в пещеру полезли? Да Зайдем в эту пещеру Не бойся Смотри Вот моток веревки валяется Ничейный вроде бы Вот ею мы и воспользуемся, чтобы не заблудиться У входа веревку привяжем И будем идти за нее держаться Ведь там может быть несколько разных ходов Но не бойся По веревке мы легко обратно вернемся О, свет это от фонарика Хватает только, чтобы вниз светить Интересно Здесь летучие мыши водятся Кипятош, ты хорошо веревку привязал? Ой, у нас под ногами зажигалка лежит Наверное, это дядя Колина вещь Значит, мы двигаемся в нужном направлении Веснушка, ты ничего не слышишь Впереди как будто кто-то по камням молотком бьет Может, это дядя Коля? А вдруг это не дядя Коля, а пещерные духи Помнишь, мы сказку с тобой про хозяйку Медной горы читали Она нас в плен возьмет и чашу малахитовую заставит делать Или цветок И никогда мы не выберемся домой Ой, Веснушка, мы с тобой те еще мастера Хозяйка Медной горы нас быстренько домой отпустит Лишь бы мы малахит не партили Ого! Да это ж самый настоящий гном А я думал, они только в сказках встречаются Здравствуйте, уважаемый гном Меня Веснушкой зовут А это мой друг Кипитоша А как вас зовут? Меня не зовут Я сам прихожу Ходят тут всякие Отдел отвлекают Некогда мне с вами лясы точить Уходите по добру, по здорову Извините великодушно, если мы вас побеспокоили Но мы геолога дядю Колю ищем Он два дня назад в лес ушел и пропал Никого не видел, ничего не слышал А вы сами случайно не геологи? Чего это вы им интересуетесь? Ваше какое дело? Нет-нет, я школьница А Кипитоша мой друг Волшебный чайник Вы понимаете, мы за дядю Колю очень беспокоимся У него дома сынишка маленький остался И жена тетя Оля Они за него очень переживают Хм... Об этом я как-то не подумал Но все равно Пещеру свою я грабить не позволю Повадились геологи У нас сокровища воровать Небось, себе забирают Припрятывают на черный день Что вы такое говорите? Геологи разные полезные ископаемые не для себя ищут Медную руду, например, в медь перерабатывают А из нее много чего полезного можно сделать И кастрюли, и чайники, и котелки Я сам из такой руды когда-то был рожден Мой папа геолог Он в прошлом году с товарищами Месторождение железной руды нашел Из которой металл выплавляют А потом из этого металла трубы делают А по ним газ и воду в дома подают Чтоб люди могли готовить Купаться Чтоб тепло в домах зимой было А еще он алмазное месторождение нашел И много он алмазов домой натащил Наверное, их в землю зарыл Рядом с вашим домом А алмазы эти Может, гномы годами хранили От глаз людских скрывали Не спали, не ели Ночами глаз не смыкали Да как вам не стыдно? Вы же моего папу совсем не знаете Ничего он домой не тащил И вообще, люди алмазы в земле не хранят Они их обрабатывают Они такие твердые, что могут резать что угодно Мне папа рассказывал, что алмазы Даже в медицине используют А еще из них украшения делают Ну ладно, может, я немного и погорячился Папа твой, наверное, честный человек Только и вы меня поймите Я сокровища подземные Много столетий сторожу А люди придут, их отберут Из насиженного места меня прогонят Уважаемый гном Никто вас отсюда прогонять не собирается Вы мне лучше скажите Для кого вы эти сокровища храните? Да как-то так повелось Что мы, гномы, сокровища подземные Должны сторожить А для кого, не знаю Я об этом никогда не думал Получается, что эти сокровища Совершенно бесполезны Их никто никогда не увидит И пользы они никому не принесут Тогда это вовсе не сокровище А бесполезный хлам Скажешь тоже, хлам Вы бы видели, какие камни самоцветные В моих пещерах хранятся Я по вечерам на них любуюсь И мне на душе весело становится А могли бы многие люди любоваться Их бы в музее выставили И эти края, ваши владения По всей земле прославились бы А так, получается, вы уж меня извините Что вы обыкновенный жадина Прячете от глаз людских красоту каменную И вовсе я не жадина Я думал, этот геолог Мои сокровища грабить пришел Я их просто защищал Ага Так значит, вы дядю Колю все-таки видели? Что вы с ним сделали? Ничего плохого с вашим дядей Колей не произошло Я его только усыпил на время Еще не придумал, что с ним потом делать буду Я зато придумал Дядю Колю нужно разбудить и отпустить Он у вас в какой пещере спрятан? Давайте его все вместе и разбудим Кипитоша, меня дядя Коле видеть не должен Он же все папе расскажет А как я объясню свое здесь появление? Уважаемый гном, пообещайте нам, что вы дядю Колю Сами разбудите и отпустите Обещаю и торжественно клянусь Вы мне глаза открыли Сидел я в пещере тысячи лет Над сокровищами подземными трясся А ведь они людям могут пользу принести Да и я мог давным-давно в путешествии отправиться Мир посмотреть, по музеям походить Правда же? Вот и хорошо Замечательно, когда все проблемы мирным путем решаются Ну, теперь нужно костер разжечь И меня вскипятить, чтобы домой переместиться Зачем костер? У меня в пещере кухонька с плитой имеется Я гном домовитый, хозяйственный Отлично, Бултых Бульбуль Так, поставьте меня на огонь, пожалуйста Ага, так Еще немного Еще чуть-чуть Закипаю Прощайте, милый гном Вы очень хороший и совсем-совсем не жадный Листушка, хватай за ручку Гори огонь, кипи вода Неси скорее нас туда Дом, милый дом После темной пещеры здесь так уютно Кипитош, мы с тобой все-таки правильно сделали Что дядю Колю и Катю отправились И гному мы помогли перестать быть жадиной И людям сокровища подземные отдать Оу, кстати Ты малину лесную в пещере не забыла? Сейчас чаек вскопятим И малинки для аромата в него добавим Новые приключения Веснушки и кипитоши Продолжение следует